12 часов, полюбовалась деревцем. Говорю, моя хорошенькая, каждое утро и вечер я до любуюсь. А уже через полчаса во дворе дома зажужжали бензопилы. Жильцы пятиэтажки даже не сообразили, что это. Подумали, косит газонную траву. Вышла я в магазин и вообще свой подъезд даже не узнала. Все, все, все посрубили. Вот мы выращивали вот эти вот рябинки, вот, вот, цветы, они все нам поломали. Я вот, это что-то я отбрасывала ветки в сторону, а то все вот так вот было. Вот дерево, оно им что, мешалось? Вот я вот на пятом этаже живу, да, угловая у меня. Нам дышать нечем. Мы как в консервной банке. Деревья коммунальщики обрезали буквально за пару десятков минут и постарались так, что от зеленых кленов, за которыми люди ухаживали много лет, остались только голые стволы. И ладно бы только опилили. Рабочие полисадники вели себя, как слоны в посудной лавке. Поломали молодую акацию и сирень, вытоптали все цветы. Мы как сюда переехали, вот это все сажали. По 40 лет мы тут все сажали. Вот теперь вот я лично посадила. Там цветы все подергали. И там все помяли, все. Вот они деревья, все помяли, вот при замке. Жильцы искренне не понимают, кому могли помешать деревья. Почему они не спрашивают нас-то вот, а? Ну мы, как говорится, все спорожили. Мы тут уже почти 40 лет живем. Мы своими руками это все делали. Ну можно было оттуда. Обрезать по-человечески. Оказалось, что клены мешали. Мешали как раз-таки жильцам нижних этажей, которые из-за деревьев света белого не видят. В администрации промышленного района Оренбурга объяснили, что получили заявку со второго этажа и, как полагается, отработали ее. Каждому уходить-то не сможем. Если тот живет на пятом этаже, ему там все светло хорошо. А тот и первый, и второй этаж все время в тени. И на восход, и на закат. Ну, что, его справа, да? Конечно, он будет, может быть, и прочь. Люди говорят, от такой несправедливости руки опускаются. И теперь даже нет желания как-то обогораживать свой двор. Вот теперь пусть они любуются окурками. Море окурок здесь. Реке Ульманов, Константин Воробьев. Наше время.